Всем привет! Сегодня я хочу снять что-то не очень обычное для моего канала И это будет видео о корейской косметике, видео о макияже, о том, как я делаю макияж с помощью корейской косметики Практически полностью, кроме туши, потому что мне одна компания, Холик и Холик, они прислали на обзор свои продукты И я сама выбирала продукты, но у них не было туши, то есть я не выбрала, точнее, туш И они мне не прислали два продукта, не дослали И, в общем, туш у меня своя, Max Factor Я попробую сделать что-нибудь так вот Еще у меня нет теней и румян, поэтому я буду использовать, скорее всего, я еще не определилась У меня тут есть три тинта, даже четыре, можно сказать, тинта Я что-нибудь с ними сделаю вот тут, и здесь, и везде, где можно Для начала я буду использовать крем, который называется Dust Out Он увлажняющий и, по-моему, он защищает от пыли, от грязи и всего такого Мне очень нравится консистенция, она такая водяная, водянистая, приятная, прохладная Вот самое лучшее летом, осенью, весной Это прохладный крем, который освежает Я знаю, что неправильно наношу всегда Упс, неправильно наношу крем, вообще любой, и косметику, потому что я как-то, знаете, так делаю все вниз Мама говорит, надо вверх, а то ты будешь как бульдог в свои 40 лет, у тебя все объяснит Ну да, наверное, да, но это не очень красиво, но я не умею по-другому, но я пытаюсь Дальше я буду использовать CC-крем Я думала, что CC-крем это то же самое, что BB-крем Но оказалось, что это не так CC-крем, он просто контролирует, это Color Control Base Он контролирует цвет вашей кожи, цвет вообще BB-крема или основу В общем, да, сейчас вы поймете Мне нужно зеркало для этого Нет, я слишком мало взяла В общем, как я делаю? Я просто выдавливаю Сейчас довольно много, наверное Да, это слишком много Он с SPF 32 Дальше еще что-то написано, я не понимаю, как всегда И вот так вот я его наношу на кожу Ну, я так понимаю, вот смотрите, у меня есть красные, у меня есть покраснения Красные пятна на лице, прыщи какие-то и так далее Синяки под глазами Он их просто немножко высветляет Делает ближе к обычной моей коже Так что это как помощник вашему тональному средству Который надо перед ним нанести Теперь, когда у меня высветлено лицо, мы можем выбрать BB-крем Я заказала у них два, точнее три, но один мне не прислали Ладно Вот этот очень интересно выглядит, красиво Но я пользуюсь вот этим чаще всего Хотя я пользуюсь от Гарниер чаще всего каждый день Но вот этот BB-крем, он с SPF 30 Увлажняющий, как здесь написано И он более плотный, чем BB-крем от Гарниер И он мне нравится тем, что я могу даже не использовать консилер Консилер у меня обычно скатывается потом где-то вот здесь И вот здесь засыхает, это неприятно выглядит Вот этот BB-крем, он не такой плотный, как консилер Но он работает практически так же Поэтому я вам всем рекомендую Есть еще вот такой вот Сейчас я его открою Не могу Вот, вот такой очень красивый BB-крем Они его сделали с какой-то французской художницей Немножко у меня грязный тут Такой спонжик Работает он, не понимаю как Ну давайте попробуем им сначала Потом уже все, что консилер делает, вот этим Берем подушечку, потом ее прикладываем к темной стороне Потом тут есть такая лапка, как у кошки Белая, и вроде бы Вроде бы они должны смешаться Из этого что-то выйти Ну сейчас попробуем Я пользовалась им один раз Где-то весной И мне не очень понравилось Только дизайн мне понравился Но сейчас посмотрим, как это будет работать Если я правильно, конечно, все это делаю Но я понимаю, что надо делать так Теперь мне кажется, что я слишком светлая Ладно Так, мы сейчас добавим Вот эту штучку Консилер Потому что не надо давить прыщи Но я всем это говорю Но никогда не слушаю сама себя Так что у меня все лицо в красных каких-то Дырках Рыщечках Ну не знаю, в общем Оцените, пожалуйста, как вам цвет моего лица Мне кажется, я немножко слишком белая Обычно у меня как бывает Я либо слишком белая Либо слишком темная Теперь надо выбрать тинт Какой, куда я буду наносить У меня здесь есть I want to Наверное, так читается I want to Кола и вишня Это такой набор тинтов Которые ты просто смешиваешь Ну давайте нанесем на губы Потому что вот эти я не думаю Что куда-то можно еще нанести Сначала Не знаю, что сначала Но сначала пусть будет вишня Так И потом Кола Так Пусть на губах у меня будут вот эти тинты И еще у меня есть Pro Beauty Tint Talk Как-то так называется Здесь есть Вот такая мягкая основа Я бы сказала И это как просто блеск И сам тинт Который я никогда не могу открыть Потому что у них разная упаковка Разная крышечка Они по-разному открываются Вот этот очень яркий тинт Не знаю, на губы Ну давайте, ладно Немножко на губы нанесу У меня здесь есть уже мягкая основа А он немножко подсушивает губы, кстати Очень яркий Это я совсем немного нанесла Он как фломастер, можно сказать Так Давайте На самом деле для губ у меня любимый вот этот Dodo Cat Holika Здесь было сердечко Он очень красивый Красивый дизайн Такой металлический Металлическая упаковка Для губ я его обожаю более всего Но попробуем нанести Например на На щеки Не знаю, как я буду это размазывать Попробуем сделать что-то вроде румян Мне нужны были кисточки, ну ладно Из чего теперь вопрос я могу сделать тени Ну, может быть из того же самого Ладно, попробуем Попробуем из колы сделать Хотя нет, нет Попробуем вот из этого Вот из этого Сухого Сделать что-то вроде теней Потому что это самое Нелипкое, что у меня есть вообще Сейчас, в данный момент О боже Ну, кстати, если у вас нет ничего Типа теней Но вам они Нужны То вы можете попробовать Вот что у меня получилось Последнее Это Тушь Которая как раз таки Не корейская Не этой фирмы Это Max Factor Я не могу это прочитать В общем, это Эффект накладных ресниц У них По-моему Новая тушь Я оставлю ссылку внизу Где вы можете ее приобрести Сейчас красим ресницы Попробуем взять Берегу бровей Точнее, тушь для бровей И посмотрим, что выйдет из этого Я только что нанесла тушь от Divas Тушь для бровей Это у них, по-моему, самый темный оттенок Он мне немножко не подходит Мне надо что-то посветлее Но у меня была тушь посветлее для бровей Мама ее забрала Она от Maybelline Ну, ладно Теперь я пользуюсь этой В общем, да Я думаю, хоть немножко поинтереснее стал Образ В общем-то, это все Если вам понравилось такого рода видео То... Понравилось такого рода видео? Да, я все правильно сказала Ставьте лайк вверх Подписывайтесь на мой канал внизу Оставляйте свои комментарии Я не говорю, что этот макияж создан для того, чтобы вот это видео Создан для того, чтобы вы смотрели и учились Это просто эксперимент Хотела попробовать и показать вам Так что... Да Это все Это все Спасибо Создравляю зеркала и попрощаюсь Все, пока!